здравствуйте запкея сервис топливный цех александр в общем сегодня к нам попал насос 33100 4800 это евро 5 производитель delphi вот клиент попросил сделать продиагностировать но перед диагностикой мы делаем обычно дефектовку в принципе в данный момент этот насос на стенд я бы не ставил потому что в нем внутри стружка ржавчина отзвонились клиенту и попросил попробовать его восстановить ну соответственно заменой узлов необходимых которые практически короче без них никак без новых запчастей топливный насос не восстановить вот здесь мне оказалось стружка пошла начал давать выходить из-под качки то есть сам топливный насос низкого давления начал давать стружку пошел износ лопастей то есть кубики те квадратики кто разбирал в принципе веял то же самое отложение ржавчины пошло внутри корпусе плюс на основаниях положенных пар тоже ржавчины соответственно попробуем его очистить будут разлуки всякими средствами чтобы избежать полной замены топливным насосом если у нас не получится придется тогда новый топливный насос пока все переходим к чистке в общем что у нас получилось отмыть топливный насос насколько получилось в принципе я доволен обратите внимание так у нас отмылся он отлично как бы да кстати произвели замену внутри наружного сальника корпус вот у нас так же само отмылся отлично нигде не ржавчины если обратили внимание в виде я думаю увидите так в принципе основные узлы да плунжерные пары нормальном состоянии были в любом случае мы все отмыли так все в отличном состоянии можно так сказать по крайней мере к восстановлению и дальше работы топливного насоса пригодно здесь единственное что мы поменяли подкачку в сборе новые резинки новые прокладочки ну а так в принципе все сейчас приходим к сборке ну а после этого будем устанавливать на стенд и проверять его на давление в общем на работу что приступили с боль это наш палка как я объяснял есть два сальнички здесь которые надо аккуратно одеть не уследить будет один тяжелее потому что ребро на этой стороне вот так проверяем сидит плотно дальше вот резиновое колечко кстати немаловажно если забудете поставить при сборке обязательно пойдет топливо так 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 стоп колечко то вот еще есть у нас так вот так 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 Так, сила, всё в другую сторону, я готов. Вот, а теперь уже нужно собирать. Все болты желательно сразу нажимать, не нажимать после установки этих болтов, но можно нажимать. После этого мы перейдем на стенд, там где будет удобно забирать все остальные углы нашего ТМ-модема. В принципе, у нас всё, переходим к стенду, и вручится. Давай, в первую очередь. Вручим. Ставим прокладочку. У самой прокладки есть специальное отверстие, чтобы направляющий. Ее в принципе поставить неправильно невозможно. Нет, все возможно. Так, с оправданной парой мы переходим к сбору на платочки установки на ТН-модель. Так, сразу прокручиваем сложенные опары внутри, в принципе все работает, чуть-чуть ничего не подклинивает. Вот наша платочечка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, датчик тоже вкручиваем. Продолжение следует... 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 В общем, в данный момент мы приступаем к диагностике. Сначала продиагностируем клапан на работу под разным давлением, под разными режимами. Ну, а потом опять переднем первой клапан, который будем производительность насоса считывать. Приступим. Продиагностировали насос. В общем, на работу используем насосу клапан. Клапан, в принципе, реагирует на любое давление. Мы взяли для примера насоса 275-ю. То есть 170, 160, 30, 60 мегапаскалей. В принципе, везде тебя реагируют. Сейчас будут именно проявлять на производительность самого масла. Это будет предназначение первой клапан. Какие-то на насоса любой марки. Командрилом. Так. Ну, пока начал работать насос, в принципе, нигде подтеканий нету. Оставили все новенькое, именно прокладочки. Санки. Ну, мы еще его проверим, именно как будет через DRW. И потом уже какой-то вердикт вынесем этому насосу. Так. Клапан мы фактически установили. Подключаем. В настроечках указываем, что это наш клапан DRW. И, в принципе, начинаем проверять его на производительность. Да. Вот. Включили. В принципе, их посвятить. Нужно. Асос Делфи. А два, по-моему, скучные. Не, ну это же чем-то. Значит. Делаем обороты поменьше. 260 или добавим 250 оборотов. Нагрузку в 26% в принципе должно хватить. Насос дает давление 320 бар, то есть автомобиль мы заведем уже хорошо, то есть кожурная пара работает достаточно. Давайте сразу нагрузочку дайдем поболее. В принципе отличное значение, мне нравится. Экому клиенту тоже понравится. Подтеканий нигде нет. Насос сухой, значит собрали мы его правильно. Не снизу, не сверху, все нормально, все сухо. В данном насосе работает исправно, но отлично. Поэтому у меня все. За всеми подробностями каждый клиент будет задавать вопросы после ремонта. До свидания. С вами был Александр. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова